Скажем слава Господу! Братья и сестры, пожалуйста, фойе занять все места. То ли сегодня время и перепутали, то ли что-то маловато людей у нас сегодня. Вроде интернет, и компьютера, и часы, и все равно забываем, что, может быть, из-за того, что переведено время. Господь, мы опаздываем часто, мы спотыкаемся часто, мы не всегда правильно поступаем в наши жизни. Но слава Богу, что Господь, Он никогда не опаздывает, у Его ничто не изменяется. Он вечный Господь, Который смотрит на Свое творение, и Он нас, не мы Его нашли, Он нас нашел, и наполнен своей любовью к человеку, слава Богу. И мне хочется сегодня, чтобы, знаете, наше сердце, оно было наполнено не просто таким чувством, что мы пришли для того, чтобы иметь общение друг с другом, но чтобы пришли мы, конечно, не в удобное время. Вроде бы, как уже все накормлены, потому что, представьте себе, столько часов уже, сердце человека наполнено информацией, наполнено уже различными проблемами, я так думаю, даже Словом Божьим. Ну, представьте, когда хозяйка готовит обед, и, допустим, зовут человека в гости, а он перед тем, как прийти покушать, он уже голубцов наелся. Представьте себе, тогда уже он придет в гости, его будут упрашивать, ну, пожалуйста, покушай наш борщ хороший. Он скажет, да не, вы знаете, извините меня, я уже весьма сытый человек, я уже наелся, то есть я не дождался этого времени. Но в этом вопросе, что у нас сегодня, мы должны настроить наше сердце, чтобы эту стражу, которую мы должны пронести, знаете, есть стража, есть несколько страж в ночи и днем, и вот есть стражи, которые, за которые человек отвечает. Представьте себе, что Вефезда пришла на свою стражу, чтобы совершить жертву пред Господом. И все зависит от того, насколько я настрою свое сердце на волну на встречу с моим Господом. Представьте, я хочу, пришел, чтобы поговорить с Богом, поговорить с тем, для которого для меня дорог. И вот очень важно, чтобы мое сердце, мой дух, моя внутренность, она была настроена на волну в встречу с Господом. Вы знаете, Исайя, он написал в слове своем такое интересное выражение. Я люблю эту главу. Но представьте себе, здесь так написано, сороковая глава. С кем, говорит, кто исчерпал воды горстью ее своею, и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и возвысил на весах горы, и на чашах весовых холмы, кто вразумел дух Господа, и был советником у него, и учил его, с кем советуется он, и кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости, вопрос. Вот народы, как капля из ведра, считаются, как пылинка на весах, вот острова, как порушинку поднимает он, и львана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесуждения. Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожество и пустоты считаются в него. Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Братья мои сёстры, когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о высоте Его, о Его широте, о Его могуществе, наш человеческий разум Его не может вместить. Но мы сегодня пришли, чтобы поклониться такому Богу, и только благодаря Иисусу, который пришел на эту землю и был в образе человека, и который был распят и воскрес, мы только можем прикоснуться к Нему и познать, что мы имеем связь, имеем такое направление, не с человеком, но мы имеем с тем, который держит жребий нашей судьбы в руках своей. Слава Господу! И когда мы начинаем думать об этом, то мы начнем мстить его. Исайя дальше говорит, «Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Вопрос. Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред Ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей ничто, делая чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоронился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вверх унес их, как солому». И дальше вопрос, как бы, за Исайя. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» – говорит святой. Братья и сестры, наше отношение к сегодняшнему служению и к нашему жертвоприношению зависит от того, кто для меня и кем для меня является мой Бог. Кому же вы уподобите меня? Кому ты уподобляешь своего Бога? Какому ты человеку уподобляешь? Или какому такому воображению религиозному? Но если ты уподобляешь его как Богу всемогущему, когда ты выходишь в вечернее время, и ты смотришь на звезды, если ты однажды посмотрел сегодня весна, и ты видишь, какая красота вселенной, которой нету конца и пределов, и сегодня этот Бог, Он имеет с собой часть, и Он не только имеет часть с тобой, но Он дал право тебе сказать, тебе такое право через Слово Твое, что Он не только дал право тебе называться и темно быть Детям Божьим, и Его любовь, она совершенная сегодня к тебе, к церкви, к тебе такого маленького человека, любить Господь своей невообразимой, чудной, благословенной любовью, и тот Бог, который сегодня хочет дотронуться до твоего сердца, это наше счастье, это благословение, это милость Божья. И так хочется молиться Ему, так хочется Его прославлять, потому что кому я Его уподобляю, кому же я уподобляю Его? Он мой Бог, Он создатель моей жизни и судьбы моей, это тот Бог, которому я доверил в свою жизнь. И дальше говорит Исаия, «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто и вводит воинство и счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества, и великой силе в Него ничто не выбываешь. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вешеный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется, не изнемогает, разум Его не уследим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость, утомляются юноши, ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимают крылья, как орлы, потекут и не встанут, пойдут и не утомятся, и Он сегодня дал нам такую благую часть, что мы в этой страже дневной мы должны прославить Господа. Как-то я вчера с детьми своими собрался на молитву, и такое чудное слово Господь дал, знаете, такое слово, что Он дал такое слово, что мы забываем часто в нашей жизни, что мы дети Его, и мы часто, как, знаете, непослушные дети, мы пытаемся убежать от Него, мы пытаемся спрятаться за наши двери, мы пытаемся спрятаться в нашей комнате, мы пытаемся спрятаться где-нибудь в наших действиях, поступках, а мы забываем то, что Он знает мои мысли, мои переживания, Он знает мой дух, Он знает мои действия, и прежде чем я сделал, и даже если я укрылся, то Он знает обо мне все, и мне нечем укрываться, некуда мне бежать от моего Бога. Говорит, куда пойду от Духа Твоего? Взойду ли на небо там ты? Суду ли Преисподнюю там ты? Возьму ли крылья зоры, и перешлюсь на край моря, и там рука Твоя, и тесница Твоя удержит меня, слава Богу, рука поведет Господа нас. Братья и сестры, мы благословенные люди, потому что такое высокое создание, как наш Господь, Он любит свое творение, Он любит свою церковь, Он называет по имени каждый из нас, Он знает, даже тогда, когда мы просчитываемся, когда мы падаем, когда мы спотыкаемся, когда мы лежим, Он берет и поднимает нас, и несет нас по жизни. О, сколько раз в моей жизни Господь брал меня, поднимал и держал на руках, переносил меня через мои, знаете, трудности и переживания, Он есть тот Бог, который никогда не изнемогает, и дитя свое, Он никогда не даст похитить друг Его, потому что Он есть наш Создатель, слава Богу. И я хотел бы, чтобы мы сегодня стали прославили Его за Его любовь, за Его милость к нам, за благословение неба, за мир, который Он дает, за страдания, за воскресенье, за счастье и радость. Аминь. Мы под рейшем жизненном пути пойдем, если будем доверять Иисусу, силу Божию в работе мы найдем, если будем доверять Иисусу, Просветает путь тогда, радость будет навсегда, не смутит враг никогда, если будем доверять Иисусу, обещания Божьи станет нам ясны, если будем доверять Иисусу, Благодать наполнит сердце все полней, если будем доверять Иисусу, Просветает путь тогда, радость будет навсегда, не смутит враг никогда, если будем доверять Иисусу, Болю Божию научимся творить, если будем доверять Иисусу, Постоянно взор и к небу возносить, если будем доверять Иисусу, Благодать наполнит враг никогда, если будем доверять Иисусу, Тебя люблю, мой Бог, Я всей душою и с каждым новым днем Хочу любить сильней, Люблю Тебя за то, Что Ты со мною И говоришь со мной С любовью мне земной, Ты, мой Бог, Крепость моя, Рука Твои, Сила моя, Ты, мой Бог, Крепость моя, Рука Твои, Сила моя, Меня Ты никогда Не оставляешь, И голос слышу Твой, Звучи в душе моей, Благословлю Тебя, Коль Ты благословляешь, И силы не жалей, Други, Други сильней, Ты, мой Бог, Крепость моя, Рука Твои, Сила моя, Ты, мой Бог, Крепость моя, Рука Твои, Сила моя, Сила моя, И снова слышу, Голос Твой чудесный, Во всем будь совершенный, Новый человек, Отец небесный, Как совершенный наш, Отец небесный, Надейся, В вере любви, И будут жить во век, Ты, мой Бог, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok для нашего жизни. Что-то одно, служение Марии и Марфы. Братья мои и сестры, какое наше служение перед Богом? Чи оно подобается нашему Богу, как мы служим Ему? Чи, может, Ему не подобается? Он всячески направит наши мысли, або всячески скорочит нашу дорогу, або какие-то пробования приносит наше життя. Одна цель, чтобы достаться до нашего сердца, и чтобы мы начали по-справжему служить не собі, не угождать свої плоти, но угождать Господу. Служение Марии и Марфы. Иисус Христос очень любил эту семью. Он очень любил Лазара, их брата. И мы знаем, когда один раз Иисус Христос зашел в место Марии и Марфы, вошел в дом, в эту семью. В доме были две сестры. И написано, Марфа приняла Иисуса Христа в дом свой. И Мария, другая сестра, написано, она села у ног Иисуса и слушала слова Его. Братья и сестры, живет Христос в нашем доме? Можно на минутку подумать, чи живет Христос в нашем сердце? Если Он живет в нашем сердце, то Он и живет в нашем доме, правда? Он живет через нашу семью, Он живет на работе, и куда бы мы не пошли, Дух Святый живет в нашем сердце. Аллилуйя ему! Иисус Христос, когда был в этом доме, Мария написана, что она, если вы посмотрите на служение Марии, то она сильно любила Иисуса Христа. Так сильно любила, что она каждую секунду дорожила. Иисус Христос посвятил дом ее. Братья и сестры, если сегодня Господь посвятит наш дом и хочет вести с нами беседу, або мать отношение с нами, то найдемо мы время для Него? Сегодня, если вы найдете время поспелкуваться с Господом перед собранием? Может, ты сегодня и не ел, то слава Богу! Может, ты сегодня не так старался, но сегодня еще милость для тебя и для меня, что я и ты есть в доме Господнем, и Господь сегодня приготовил пищу духовную для нас. Слава Иисусу! Но для нас, братья и сестры, надо сесть у них Иисуса и внимать все, что Дух Святый будет сегодня говорить нашему слову. Аллилуйя ему! Мария, написано, что она села у них Иисуса и слушала Его. Она не слушала сестру свою, могла, правда, сести біля Иисуса, но, скажем, свой взгляд звернуть на Марфу. Можно подумать про свои какие-то дела, справи. Но Мария зрозумела, что Иисус пришел в мой дом, то Он хочет говорить со мной. Всякие справи, которые до встречи с Иисусом были первые, они сегодня, скажем, в сторону. Сегодня Иисус пришел в мой дом. Аллилуйя! Сегодня Дух Святый хочет говорить со мной и со мной, что я сегодня настроюсь в свои мысли, что Дух Святый сказал моему сердцу. Мы знаем, братья и сестры, что мы в час живем такими слизкими, не знаем даже, что завтра будем, но сегодня есть еще один час благоприемный. Аллилуйя Христу! Одного разу Давид начебто писал таке слово, и он говорит, что один день во дворах твоих лучше, тысячи желаю лучше быть у порога в доме Божьем, чем жить в шатрах Нечесия. Чего так говорят сыны Кореевы? Лучше быть один день біля Дому Божьего, чем мать тысячу дней в других местах. Братя и сестры, чому они дорожили цим днем? Братя и сестры, я думаю, что они переживали славу Господню. Господь говорив до их сердца, переменював их мисли и так далее. Они дорожили, и за то они написали слово Божье для нас. Слава Иисусу! Братя и сестры, чи ти дорожишь зібранням, которое преподается для нас всех? Чи дорожишь ти и я? Служение Марии и Марфы. Марии написано, что она выбрала лучшую часть. Она села біля них Иисуса и слушала Его. Аллилуйя Христу нашему! Братя и сестры, когда она слушала Его Мария, тем временем написано, что она заботилась о большом угощении, и по душе сказала, Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну оставила меня служить, скажи ей, чтобы помогла мне. Братя и сестры, Марфа заботилась вроде бы о важном, да? Но когда Иисус Христос хочет иметь с нами отношения, то это важное. Оно стает второе, третье и так далее, правда? Братя и сестры, служение Марии и Марфы. Марфа увидел, что ее сестра Мария никак не помогает ей. Она обратилась к Иисусу и сказала, скажи ти ей, скажи Марии, нехай встанет, ну я своими словами, встанет и начнет мне помогать. Братя и сестры, не бывает у нас так, когда Господь кличе нас, возможно, как сегодня тематика на миссионерство, а может помогать ближним, родным замечать вдову и сироту. Это голос Господний, но другий говорит, каже, не нужно этого делать, занимайся своими справами, как Иисус говорит, что ты, Марфа, заботишься и суетишься о многом. Братя и сестры, мы можем суетиться и заботиться о многом. Но Господь сегодня приготовил для меня и для тебя стол свий. Аллилуйя Христу нашему. Возьми сегодня цей хлеб життя. Аллилуйя, яке слово Боже. Мария, написано, вона сидела біля Иисуса, не написано, что вона встала и побегла до Марфи допомагать. Иисус Христос вступился за нею. Аллилуйя Иисусу. Если, брати и сестры, мы действительно будем служить Богу и выполнить все, что написано в Евангелии, что Господь заступится за нас. Аллилуйя. Он поставит свою ограду над твоим домом и моим домом. Аллилуйя. Он поставит ограду над твоим життям, дабы диявол не торкался до тебя. Аллилуйя. Когда один раз Сатана подошел к Господу и говорит так, что забери ограду от Йова, чтобы благословить тебя, брати и сестры. Господь забрал эту защиту от Йова. Но слова Йова не умолились. Він еще больше славил Бога. И говорит, Бог дав, Бог забрал. Некай имя Господне прославится. Аллилуйя Христу нашему. Братья и сестры, я служу Господу так сильно. Від цього сердца. Братья и сестры, сегодня задаем это вопрос каждому из нас. Служение Марии и Марфы. Эта история заканчивается тем, что Иисус Христос говорит Марфе так, что одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Аллилуйя. Братья и сестры, если ты и я выбрали следовать за Иисусом Христом, не верни от нее. Аллилуйя. Как бы дьявол не могла вернуть тебя, благая часть не отнимется от тебя, потому что Господь положил свою печать. Он тебя спас, он тебя оправдал, умил свою кровь и святую. И мает на тебя цель, чтобы ты, скажем, доносил цей Евангелии до погибающей. Слава Иисусу! Перед цим, перед зібранью я мав беседу с одной сестрою, чего из Духа Святой положил на сердце, запитать за ее батька. Я, когда был, я видел ее батька в лекарне своим братом и своей дружиной, ее батька, нашу сестрину, из Украины, мали відрезать ноги и уже наступный день готовили до операції. Но дочка позвонила, ее дочка позвонила до меня и каже, чи не мог бы идти Вадим пойти и помолиться за него, так как он пьяничка, не знает Господа, не знает, чи выживет после этого операции, слабый организм, ноги мают відрезать, потому что гангрена пішла, оморозил ноги и так далее. И мы собралися, пішли туда в лекарню молиться. И когда зашли в ту лекарню, в ту палату, там было трои пацієнтів, один из них был наш, скажем, цей чоловік, цей пьяничка. И мы пришли в тот госпиталь, и знаете, Господь все приготовил. И как раз на той змине была наша сестра из церкви, которая была работой, там она была медсестрою, и она все приготовила, не переживайте, можете молиться, можете молиться за эту душу, вам никто не будет мешать. И когда мы зашли туда молиться, трошки поговорили с ним, трошки направили его, скажем, на молитву, так как он не знает Господа совсем. Я стям на колено, мой брат двоюродный, тоже став на колено, мы взялись за его ноги и начали кликать до Господа, и начали молиться за эту душу, и говорить, Господи, врятуй его душу, дабы диявол не вкрав его, не знаю, как життя его закінчится, чи відрежут ему ноги, не відрежут, но самое главное, прошу тебе, Господи, дай ему спасение, дабы он покаялся. Закончилась ця молитва, мы поехали домой, через некоторый час я знаю, что этот человек, не прошло много времени, пару месяцев, я уже готую до водного хрещения, он принял водное хрещение, а сегодня я звоню его дочке и питаю, ну как батько, а она говорит, ты знаешь, он устроился на работу, сейчас работает, раньше, когда он был пьяничкой, он нам никак не помогал, а сейчас и мне, и моей меньшей сестре дай еще гроши дает. Братья и мои сестры, кто это делает? Это делает Дух Святой, это делает Господь, слава Иисусу. А какая наша забота, братья и сестры, просто отозваться на голос Духа Святого и пойти в те места, где Господь кличе, слава Иисусу. Ему не отрезали всю, скажем, ногу, ему отрезали трошки больше пальцев, вот так, на двух ногах, он немного шкандибает, но самое главное, Господь дает ему спасение, и сейчас служит Богу, и сейчас в одном христианском центре, как очагаром подкидает дрова. Слава Иисусу, Господь, братья и сестры, имеет намерение про нас во благо, а не во зло, чтобы дать нас будущее и надежды, слава Иисусу, служение Марии и Марфы. Чем оно отличается? Тем, что Мария, она все слушала, что Господь ей вложит в сердце. Марфа тим часом, вона заботилась о большом угощенні, вроде бы, ну, тоже хотела послужити цим Богу, но Господь, мы знаем, что его пища не плотяна, правда? Написано, Иисус Христос, когда одного разу отправил ученых своим за хлебом, то Він сидит у колодя, запамятайте, пришла самарянка, Він мав беседу с ним, с нею, дав ей спасение, рассказал дорогу спасения, вона поверила, тим часом учни приходят уже и с пищей, и когда они пришли, просили его, ешь, рави, ешь. Но Иисус Христос каже, у меня есть пища, которую вы не знаете. Брат и сестры, ты знаешь ту пищу, которую даёт Христос от своего стола? Если знаешь, то будь біля этого стола и никогда не уходь, потому что эта пища ведет тебя в жизнь, вишня. И каже Иисус Христос, что моя пища есть, творить волю, пославши меня и совершать дела его. Аллилуйя Христу нашему. Браты мои, сестры, мы потроше идемо до молитвы, но хотел бы трошки сказать за Марфу. Вроде бы вона заботилась, чтобы приготовить на стол для Иисуса, но самое главное, воно має быть главным, правда? Вона мала, скажем, блюда, что вона хотела приготовить для Иисуса, рядом сести у них Иисуса и слушать все, что говорит ей Иисус. Я не знаю, чи він після того був в их доме, брати и сестры, но я знаю одно, что Господь давал шанс. Аллилуйя, предоставлял свою пищу. Аллилуйя Христу, якщо ти, дорога сестра, дорогий брат, сьогодні хочеш почути голос Духа Святого, то відкрись своє серце, а Господь зробить свою роботу. Просто не ожесточись своє серце, відкрив його, а він туди вийде. Аллилуйя йому. Коли одного разу Иисус Христос війшов в дом Закея, то Закей все зробив, правда? Він йому нічого не говорив, правда? Він знав, що буде вже Ісус в його домі, він уже порядок почав робити. Він каже, кого я обідим, то воздам четверо, правда? А половину свого майна, 50%, я отдам нічим. Аллилуйя. Хто це робить? Це робить Син Божий. Аллилуйя. Це робить Дух Святий, а воочи. Бо Христос хотів посетить його дом. Аллилуйя йому. І коли вже Ісус Христос узнав, що Лазар помер, його друг, яку він крепко любив, і коли Марфа вже зустрічала Ісуса Христа, який вже направлявся, даби воскресити Лазаря, він говорив такі слова, що, якщо будеш вірвати Марфа, то побачиш, що брат твій оживе. Бо живе. Марфа, ми бачимо, що Марфа, коли був Ісус Христос в її домі, абсолютно нічого не чула, її віри абсолютно не було. Чому? Тому що Іван не відкриває так далі, коли він побачив серце Марфи, він знову говорить, якщо будеш вірвати, то побачиш чудо. І коли він вже підійшов до цього камня, то уже Марфа знову говорить, такий сумнів приходить, уже 4 дня, як він в гробі, і він вже смердить. Але Ісус Христос звертається до Марфи і говорить, не сказав я тобі, що, якщо будеш вірвати, то побачиш славу Божу. Брати мої сестри, чи був для Марфи шанс бути біля Ісуса Христа і просто слухати Його слова і все зложувати в своєму серці? Чи був шанс? Був шанс, правда? Але вона з ним не скористалася, вона суетилася о многом і заботилася о многом. Але треба було тільки одне – це сісти біля Ісуса і мовчати, і все зложувати у своє серце. Алілуя! Бо якби вона зложила все в своєму серці, вона б такого не говорила, брати і сестри. Вона б вірвала, що Ісус Христос воскресить Його брата. Алілуя! І вона вже не говорила таке, що чотири дні вже в гробі, вже смердить і так далі. Вона мала цю віру Божу і Господь прославиться. Алілуя Хрису нашому, брати мої сестри, а одне тільки надо для тебе і для мене. Брати і сестри, ми йдемо до молитви. Сьогодні то є час, як коли ми будемо заглядувати в своє серце. Чи я по-справжньому повністю віддав своє життя Богу. Якщо я повністю віддав своє життя Богу, то я маю сісти біля Ісуса Христа. І все слухати, що Дух Святий вложує в наше серце. От свого Євангелія, от Духа Святого, це є піща. Алілуя! Духовна! Слава Богу нашому, брати і сестри! Коли ми зараз будемо молитися і свершати нашу молитву перед Богом, то скажи Господу, Господи, я хочу бути подібною Марфою, сидити тільки біля тебе і слухати все, що ти будеш говорити моєму серці. Алілуя Ісусу! Брати і мої сестри, хотів би разом із вами молитися, ревно молитися один за одного. Якщо довгий час молишся і немає відповіді, то не втрачай своїх сил і не впускай руки, сиди біля Ісуса, говори до Ісуса, виливай сльози біля Ісуса Христа, і Ісус Христос однажды заступиться за тебе і за мене. Алілуя! Як Він заступився за Марію, про яку говорила Марфа, ти о многом заботішся і соютішся. Алілуя Христу нашому, брати і сестри, одне тільки треба бути біля Ісуса Христа. Брати і сестри, те є можливість сьогодні бути біля Ісуса Христа і молитися, відкривати своє серце і говорити, Боже, я хочу мати служіння Марії. Алілуя! Яке ніколи не відніметься. Алілуя! Яке буде запишене в книги життя, яке буде запишене у акція. Слава Ісусу, брати і мої сестри. Хотів би зараз молитися до нашого Господа. А Ісусу Христу нехай буде слава. Ми стоємо на коліна і молимося. Алілуя! Амінь! Христос Мой, як о Тебе молчать, Як Тебя не благодари. І Тебе дам. Слава Тебя познай. І Твій серце людям дарит. Не покидай мене. Я быть хочу з Тобою. Каждий день, не час і миг зеной. Руку подай, любя. Вечно свіди мене. Мир счастья, сон вечного дня. Творец Мой, Ти для людей лишний, Для мене Спаситель Христос. Создателем, небо, планет и звезд, Утешитель горя и слезь. Не покидай мене. Я быть хочу з Тобою. Каждый день, не час і миг зеной. Руку подай, любя. Вечно свіди мене. Мир счастья, сон вечного дня. Мир счастья, ти нас благослови. Для труда во имя Христа. Пошли нам больше дара любви, Чтоб не смокли наши уста. Не покидай мене. Я быть хочу з Тобою. Каждый день, не час і миг зеной. Кругу подай, любя. Вечно свіди мене. Без счастья, сон вечного дня. Слава Богу! Слава Богу! Повернись до Дому, мій Сину дорогий. Він лукав так давно в землі чужий. Жду Тебе до Дому, милый. Я для Тебе завжди живий. Повернись скорей, о Сину мій. Жду Тебе до Дому, милый. Я для Тебе завжди живий. Повернись скорей, о Сину мій. Жду Тебе до Дому, милый. Я для Тебе завжди живий. Повернись скорей, о Сину мій. Жду Тебе до Дому, милый. Я для Тебе завжди живий. Повернись скорей, о Сину мій. Жду Тебе до Дому, милый. Я для Тебе завжди живий. Повернись скорей, о Сину мій. Жду Тебе до Дому, милый. Я для Тебе завжди живий. Повернись скорей, о Сину мій. Повернись скорей, о Сину мій. Повернись скорей, о Сину мій. Повернись скорей, о Сина мій. тёжный мой оплот всемогущий бог ты мне опора искала пусть тебе всегда звучит небеса и землю ты премудро сотвори и бессмертную душу человеку судьи крестный славный на кого ты завершил чтобы век веков на небесах с тобой ожил ты один достоин поклонения ты мой идея ты жизнь надёжный мой оплот всемогущий бог ты мне опора искала пусть тебе всегда звучит хвала жители земли прославьте господа христа пусть во веки славят иисуса небеса нет такого господи как ты на всей земле царь царей владыка поклоняюсь я тебе ты один достоин поклонения господь ты мой идея ты жизнь надёжный мой оплот всемогущий бог ты мне опора искала пусть тебе всегда звучит хвала ты один достоин поклонения господь ты один достоин поклонения господь ты мой идея ты жизнь надёжный мой оплот всемогущий бог ты мне опора искала пусть тебе всегда звучит хвала слава богу братья и сестры ты всемогущий господь ими эти песни сегодня о том что у нас господь великий о том что Господь мудрый и он устроил все так мудро и в нашей жизни все так устроено и мы радуемся и благословляем бога благодарим бога и часто мы мы не можем постигнутой мудрости Божией и тех дел Божьих, которые совершаются в нашей жизни. Но мы благодарим Господа, что мы познали того Бога. И что Он в нашей жизни направляет наши стопы, направляет наши пути, указывает, как нам идти и делать что-то то или другое в нашей жизни, для того, чтобы нам, проживши эту жизнь, достигнуть Царствия Небесного. Слава Богу! Благодарю Господа, что сегодня звучит это Евангелие, звучит Слово Божие. И уже в начале братья говорили о Господе, о том, что сегодня Бог призывает нас еще к тому, чтобы служить, чтобы трудиться для Него, чтобы проповедовать Слово Его. И это время еще благоприятное. Слава Богу! И я немножко хочу прочитать. Мы потом совершим молитву. У нас еще один будет сбор пожертвования. для миссионерского служения. Но вначале я хочу прочитать пару мест Священного Писания, чуть-чуть порассуждать, и потом мы совершим молитву. И первое место Священного Писания книга пророка Иеремии, 18 глава, с первого стиха. Слово Которое было к Иеремии от Господа. Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И пошел я в дом горшечника. И вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне. Не могу ли я поступить с вами в дом Израилев, подобно горшечнику этому? Говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке. Дом Израилев. И второе место Священного Писания также книга, другой пророк Исаия, шестая глава с первого стиха. Год смерти цара Озии. Увидел я Господа, сидящего на престоле Высоком и Превознесенном. И края рыс его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, и у каждого из них было по шести крыл. Двумя закрывал лицо свое, и двумя закрывал ноги своими, и двумя летал. И звали они друг к другу, говоря, «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его! И поколебались вверх и врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами! И глаза мои видели цара Господа Саваофа!» «Когда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него гораший уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен!» И услышал я голос Господа говорящего, «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня!» Два разных пророка, два разных видения, но я хотел бы немножко поговорить об этих видениях, и вспомнить, может быть, истории, и свидетельства, и даже с моей жизнью, не то, что моей жизни, но историю, которая произошла почти сто лет назад, она даже произошла больше ста лет назад. Один молодой человек, который жил в Белоруссии, ну, вел обыкновенную мирскую жизнь, и однажды он совершил одно преступление, за которое, ну, его, наверное, посадили в тюрьму. Это было начало 19 века, там где-то после, где-то вот 2000, о, 1900, может быть, 14-15 год. И вот этот человек узнал о том, что набирают на работу в Америку людей, и он быстренько поехал туда, оформился, нанялся туда, в эту контору, и уехал в Америку. Уплыл на корабле в Америку, приехал в Америку, и, конечно, жизнь его пошла очень успешно в этой стране. Тогда не было столько бизнесов, не было столько, ну, как сейчас, везде всякие бизнеса. Ну, у него, он отучился, он открыл себе мастерскую и стал делать обувь. И был очень успешный его бизнес. И однажды он услышал слово Господа, принял слово Господа. И, к слову Господа, когда он покаялся, стал ходить в церковь, то Господь проговорил к нему, что он должен вернуться обратно в Беларусь. Он должен поехать проповедовать Слово Божие. Он уже был женат, на другой тоже, приехавшей с Украины, девушкой, женился, и у них родилась дочка. Эта дочка уже была подросток, и она, ее отдали в, ну, как мы родители стараемся, чтобы наши дети занимались каким-то делом, спортом, они отдали ее в фигурное катание. Я знаю, я думаю, вы знаете, что это такое. Это когда на льду катаются, там выкручиваются, там всякие фигуры делают, подпрыгивают, там на этих коньках, потом обратно на лед, и кто лучше там прокатается, там лучше больше баллы дают. И вот эта вот девочка, она была очень способна. Эти родители мечтали, что она станет чемпионкой, может, даже Олимпийских игр. Они мечтали о том, что она будет знаменитая на весь мир. Но Слово Божие прозвучало, что они должны поехать в Беларусь. И они как бы откладывали, откладывали, и случилось не счастье. Эта девочка упала, она сломала себе, по-моему, позвоночник, и впоследствии умерла. Тогда они продали весь свой бизнес, продали дом. У них уже была машина, на то время не у многих были машины. У них уже была машина, они продали, и вернулись обратно в Беларусь. Этот человек стал ходить проповедовать Слово Божие. И один из первых покаявшийся, это был мой дедушка. Он принял Господа. И, возможно, если бы этот человек все равно не послушал Слово Божие, может быть, бы я никогда не знал бы Господа, и мой папа не знал Господа, и дедушка. Но, слава Богу, что этот человек, и, может быть, через такие трудности провел его Господь, но этот человек, он все-таки приехал и стал проповедовать. Стал ходить из деревни в деревню, из поселка в поселок, из города в город. И на том образовалась одна церковь, потом образовалось много церквей. И я просто вспоминаю историю и священное описание еще один пророк Иона. Он также услышал Слово Господа. Он также к нему прозвучало это Слово, что он должен пойти проповедовать Слово Божие. Я думаю, что это просто это место записано в священном Писании как пример для нас. Мы знаем эту историю, что он решил вместо того, чтобы пойти в Неневию, он решил пойти в Фарсис, чтобы там, ну, отсидеться. И, может быть, кто-то другой пойдет. Потому что говорить людям о том, что их ждет скоро, что 40 дней и будет разрушена Неневия. Может быть, не так приятно. И, может быть, какой-то страх был. Или какие-то другие, я не знаю, что его побудило погрузиться в этот корабль и уплыть совсем в другую сторону. Но Господь остановил этого человека. Господь остановил этот корабль там посреди моря. И пришлось этому человеку еще переживать определенные трудности для того, чтобы все-таки совершить Слово Божие. И как часто в нашей жизни мы иногда, слыша Слово Божие, мы начинаем игнорировать его. Когда в наше сердце приходит какое-то побуждение, чтобы сделать то или другое, мы часто заглушаем. Когда Господь нам, может быть, побуждает где-то оказать помощь, а мы думаем, что мы, может быть, и сами нуждаемся в этом. И так часто мы как бы игнорируем это Слово Божие. Но в первом месте Священное Писание я прочитал, что этот пророк Иеремия, когда бы Господь повелел ему прийти в этот дом горшешника, в эту мастерскую, там, где этот человек работал, делал эти кувшины, то он увидел там, что этот кувшин развалился, что этот кувшин негодный стал. Я помню, когда-то в детстве мы учили все творения такое, что было два кувшина, которые горшешник сделал, и они должны были отправиться в печь. Они должны были там пройти вот эту вот, должны их обжечь этим огнем, и потом их только могли пользоваться. Но один кувшин оказался очень хитрым, и он не в печь, а за печь. И вроде они выглядели потом вроде одинаковые, но когда налили в их воду, то один остался стоять, а другой там стал растекаться, расплываться, расплакиваться, и оказалось, что он не прошел эту закалку. И второе место Священного Писания это пророк Исаия, когда он увидел вот это видение, не то, что видение даже, он оказался в этом присутствии Бога. Вдруг он себя шутил, что он грешник. Он вдруг шутил себя, что он не может в таком состоянии, как он есть, стоять перед Господом. Не может он быть в присутствии Божьем, потому что Господь святой, а человек грешный, это несовместимо. И он стал сокрушаться, что коре мне, погиб я, потому что я оказался в этом присутствии Божьем. Он осознал то, что он нуждается в Господе. И тогда один из Серафимов читаем, что он взял этот уголь, а клещами от жертвы никак коснулся уст его. Я думаю, что вот это прикосновение углем многие нас обжигались. Это неприятно, это больно, это печет, это болит. И это не то, что даже чуть-чуть, это долго болит. Но дальше, когда он прошел вот это испытание, то дальше он услышал голос самого Господа. Он был в этом присутствии, он слышал вот это песнопение, вот этих Серафимов, они там летали, они там совершали это служение. Он это все слышал. Но когда он прошел вот это очищение, когда он ощутил вот этот ожог от угля, то написано, что он услышал голос самого Господа. Что Кто пойдет для нас? Кого мне послать? Кто сможет пойти? Братья и сестры, этот пророк, он отозвался. Он сказал, вот я, пошли меня. И так часто в нашей жизни Господь стучится в наше сердце и хочет послать. И знаете, братья и сестры, не всегда это легко, не всегда хорошо. Не так давно мы слышали свидетельство нашего сестры Тани Рызанович. Она свидетельствовала, что они были в этой больнице, что они там встретили эту молодую пару, которые также там в этой больнице, которые уже настраивались, что они будут умирать. Эта женщина будет умирать. Но этой женщине нужно было слово от Господа. И нужно было, чтобы кто-то сказал это слово. что она не умрет, что будет жить. И эта женщина живет по сегодняшний час. Я пару дней назад разговаривал с братом. Там в Беларуси они совершают служение, они трудятся. И не так давно известие пришло о том, что брат Василий, он попал в больницу. Что у него проблемы с сердцем. И мы молились здесь, и я общался, разговаривал с ними. И оказывается, там было три человека, которым необходимо было услышать Слово Божие. Было три человека, которые нуждались в том, чтобы услышать весь об Иисусе Христе. И одному человеку даже врачи уже определили, там малый срок жизни. И этот человек услышал это Слово Божие. И потом, когда Василий вернулся домой, то этот человек звонит ему. Спрашивает, что ты мне не звонишь? Я хочу еще с тобой разговаривать, хочу беседовать, хочу слышать это Слово Божие. Как часто мы в жизни нашей не соглашаемся быть вот этой глиной в руке горшечника. Как часто мы отвергаем вот это вот послание Господа. Но если мы соглашаемся, как этот пророк Исаия, который сказал, вот я, пошли меня. Иногда нам приходится проходить через трудности. И, конечно, нам хорошо здесь в Америке жить. Хорошо трудиться, хорошо, может быть, ходить в церковь. Хорошо быть всем вместе, иметь эти общения. Но сегодня люди нуждаются в Слове Божьем. Сегодня люди нуждаются в том, чтобы и до них донесли вес спасения. Несколько месяцев назад, между мной, я, наверное, уже свидетельство говорил о том, что поехали в один магазин. И, кажется, не было такой нужды туда поехать. Но мы почему-то поехали. И вот встретилась женщина, которая живет в шелтере здесь на 5-майл. И мы встретили ее, она просто пришла в кассу, ее не было чем денег заплатить за то, что она там хотела купить, там совсем немного, там в районе 5 долларов. Она стояла копеечки, считала, считала, но ей не хватило. Я смотрю, уже кассир достал свой кошелек. И эта женщина повернулась так. Ну, я говорю, что я заплачу за эту женщину. Кассир спратила кошелек. Эта женщина отошла, осталась, ждала. Мы заплатили за нашу покупку, что мы там купили. И когда мы отошли, эта женщина спрашивала, вы могли бы меня подвезти? Где-то 3 мили там, получается, от магазина. Мы разговаривали, эта женщина, оказывается, она знает Господа. Она знает церковь. Она нам свидетельствовала, она сама, ее родители, выходцы также, с Украины и Белоруссии. И она нам повторяла, много раз повторила фразу, что Господь меня наказал. Она не рассказала, за что Господь наказал. И так много людей сегодня в Америке, они нуждаются. И мы сегодня, особенно молодежь, особенно те, кто говорит по-английски, могли бы сегодня ходить и свидетельствовать об имени Иисуса Христа. Заходить в эти же самые шелтеры и показывать людям путь ко спасению. Рассказывать людям, да поможет Господь нам. Чтобы мы слышали Слово Божие. Чтобы мы слышали призов Иисуса Христа о том, что жатвы много, а делателей мало. И как этот пророк Исаия, услышавший этот призов, сказать, что вот я, пошли меня. Да благословит нас Господь. Чтобы мы внимательны были к этому голосу. Чтобы нам сказать, Господь, вот я. Я вот эта вот глина, с которой ты можешь лепить то, что ты хочешь. И я уверен, что многие из нас еще смогут потрудиться для Господа. Могут многое сделать для Господа. И, братья и сестры, я вас сейчас приглашаю к молитве. Я приглашаю, чтобы мы призвали имя Господа и сказали, Господь, мы сегодня вот в этом присутствии Твоем. Как пророк Исаия, мы ощущаем вот эту славу Твою. Мы сегодня поем о мудрости Твоей. Мы сегодня говорим о этом величии Твоем. Мы сегодня наслаждаемся вот этим Твоим присутствием. Но как сегодня много людей нуждаются, Господь. И если ты видишь меня в каком-то служении, видишь в том, что я могу что-то сделать для Тебя, то покажи мне, а также помоги мне сказать, как этот пророк Исаия, вот я. Пошли меня. И, может быть, придется пройти какие-то испытания. Пройти вот этот вот огонь. Может быть, пройти вот этот гараж и уголь жертвенника, чтобы наши уста очистили, чтобы наше сердце очистилось. Может, от чего-то освободиться нам. И Господь тогда сможет использовать. Мы тогда услышим это слово Господа. Мы услышим тогда вот этот призыв Господа нашего. И мы сможем сделать, как этот пророк Исаия, он пророчествовал на протяжении всей своей жизни. Он ходил и пророчествовал. Пусть Господь благословит всех нас. Давайте мы склонимся еще раз в молитве нашей. Прославим Господа и призовем Ему имя. Аминь. Христианин, неси огонь чудесный свой, Который дал тебе Христос. Он умер на кресте, пожертвовав собой. Огонь любви Он всем придет. Гори, огонь, всегда гори. Воспламеняй с собой холодные сердца. И новый мир, прекрасные озари, В котором радость без конца. В котором радость без конца. Вот путник Он устал, Он из Него пути. Согрей Его и обогреть. Скажи, что не покинет Ему вечный Бог. Засветит солнце впереди. Гори, огонь, всегда гори. Воспламеняй с собой холодные сердца. И новый мир, прекрасные озари. В котором радость без конца. В котором радость без конца. А если путник вдруг селется во пути, Который к радости ведет, То ты его груди огонь любви зажги, Чтобы он смог тот путь найти. Гори, огонь, всегда гори. Воспламеняй с собой холодные сердца. И новый мир, прекрасные озари. В котором радость без конца. В котором радость без конца. И если станет очень тяжело тебе, Суровый мир, красит огонь. Не унывай, быть любящий Господь с тобой. Он сохранит, светильник твой. Гори, огонь, всегда гори. Воспламеняй с собой холодные сердца. И новый мир, прекрасные озари. В котором радость без конца. В котором радость без конца. Слава Богу! Скажем, слава нашему Господу! Господь, Он дивный наш Господь. Он благ нам. И наше время уже выходит. Я много времени не займу. Как пели песню. Гори, огонь, всегда гори. Воспламеняй холодные сердца. Аминь. Доплоситься с Господь, чтобы мы действительно горели для Него. Как это хорошо. Гореть для Господа. Это благословенно. И как Бродима зачитывал про Горшечника. Действительно так рассуждаешь. Наша жизнь, она в Божьих руках. И не знаешь, что ждет тебя и меня завтра. Мы не знаем. Мы не можем предугадать, что будет впереди. Такого-то числа, такого-то году, такого-то месяца, такого-то числа. Будет у меня какое-то испытание. Будет трудно. Мы не знаем. Наша жизнь, она в Божьих руках. И Господь ведет так, как Он хочет. И часто для нас это просто непонятно. Часто для нас это сложно. Боже, почему так? Я так не думал. Мы так не хотели. Мы так не планировали. Почему именно сейчас? Как говорится, там, где тонко, там и рвется. Так оно часто в жизни бывает. Но мы знаем, что Господь, Он есть Бог. И Он все гораздо лучше знает, чем мы. Действительно. И как вы говорите за этим, Господь проговорил к Иеремии. И через этого горшечника говорит, что, что вы, разве я не могу с вами сделать то, что я хочу? Что мы можем предоставить Господу? Что мы можем предъявить? Ничто, друзья. В Божьих руках наша жизнь. И за это скажем слава Ему. Мы знаем, что написано в Библии, что написано многими скорбями. В Псалме 33 написано, что многими скорбями. А, много скорбей у праведного. Видите? Праведника. Если мы решили идти за Господом, то такая наша жизнь. Много будет переживаний. Много будет скорбей. Так говорит Священное Писание. Я верю в то, что говорит Библия. Я думаю, что вы тоже. Верите в то, что говорит Господь. Что многими скорбями. И Деяние написано так. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Не чуть-чуть написано, а многими. Почему так нам иногда это непонятно? И многие вещи мы на этой земле и не узнаем, и не поймем. И поймем же там. Многие вещи мы понимаем, почему Господь так ведет. Потом, впоследствии мы понимаем, оборачиваясь, понимаем, почему Господь именно так там проводил. А многие мы не понимаем вещей. Все мы знаем, как израильский народ, это прообраз, как он выходил с Египта. Как это было все сложно, скажем так. Как это было все долго. Как и фараон, он не хотел отпускать израильтян. Как это все это проходило. И мы видим, мы знаем, что как оно все проходило, как израильский народ, он уже вышел, он уже вышел, он начал идти. И пришли они, как бы, скажем так, в тупик. Ну, так можем сказать. Сзади войска их догоняет. Фараонова за ними гонятся всадники с колесницами. И кажется, как, что дальше делать? И мы видим, что Израиль начинает роптать. Говорит, Моисей, зачем ты это сделал? Зачем ты нас выводил сюда? А разве гробов не было в Египте? Зачем ты нас сюда привел? И начинает народ роптать. Начинает трудность. И только чуть-чуть прижал где-то Господь. Только чуть-чуть. Трудность. Какой-то тест. И начинается проявление настоящей природы. Начинается проявление настоящего состояния духовного. Твоего основания, твоего фундамента. Мы видим и мы знаем эту историю, как Господь чудным образом перевел израильский народ через пустыню. То есть через это Черное море, как это вода, открылось это море. Как бы в человеческом разуме это просто не вмещается. Но Господь, наш Бог, Он всемогущий Бог. И для Него нет ничего не по силе. За это слава Ему. И мы знаем дальше израильский народ как шел и встретились. Пришли как они к одному месту. Там была вода. Она была горькая. Это всего лишь прошло три дня. И опять стал народ роптать. И опять, зачем ты это сделал? Ты хочешь, чтобы наш скот, наши дети, и мы здесь в пустыне погибли. Вот так они говорили. Знаете, и дальше, и дальше мы знаем, как это Господь их просто вымешивал. Как этот горшечник глину, что хотел, как бы сказать, то Он и делал с ними. Но, к большому сожалению, как мы знаем, что написано, что не о многих из них благоволил Господь, что ропотники, они пали в пустыне. И Богу это очень неугодно, неприятно, когда мы ропщим. Богу этого неугодно, когда мы, проходя эти трудности, начинаем роптать. Ну, мы понимаем, что ропщицы – это духовные младенцы, потому что говорят, мы не так планировали, мы не так хотели. Почему именно сейчас Господь? Почему так? А зачем? И много вопросов. Ну, конечно, думаю, все мы понимаем, есть в Библии много примеров и положительных, когда народ Божий проходил, правильно проходил эти трудности, эти испытания. Это такой самый яркий пример, мы можем вспомнить про Иосифа. Молодой человек, он был очень молод, родные братья предали его, бросили в яму. Я думаю, что у него оттеплилась эта надежда. Оттеплилась надежда, что сейчас придут, вытащат. Действительно, они приходят, ну, продают, еще на нем денег заработали. И мы видим, какой трудный процесс он проходил, какой сложный процесс проходил Иосиф. Кажется, зачем? Знаете, мы сейчас видим полную картину, мы видим полную картину этого, этой истории от его рождения до его смерти. Мы видим, какие чудные, говорим, какие чудные и великие дела Твои, Господи. Действительно, так оно и есть. Но в то время Иосифу было очень и очень несладко, скажем так. Очень и очень сложно. И я думаю, что у него было много вопросов. Господь, почему так? Мой отец так? Как он переживал, что отец думал, что он умер, что он скорбит? Как будет дальше? Я думаю, у него было вопросов. Но мы не замечаем, дорогие друзья. Мы не замечаем мест в Писании, что написано, что он роптал. Но мы видим место, где написано, что Господь был с Иосифом. Почему? Потому что Иосиф был с Богом. Иосиф был с Богом. И Иосиф это ощущал. И Иосиф, скажем так, правильно проходил это свое препятствие. Правильно проходил эту переплавку. Правильно проходил эти трудности. Ну, разве с Израилем Господь не был, дорогие друзья? Как он чудно их вывел. Как он чудно перевел их в Черное море. Написано, что столб облачный их вел днем. Я представляю, такой большой и мощный столб облачный с небес до земли. Или какой он был большой, что они все его видели. Он их вел. Ночью был столб огненный. Он освящал, написано. И он тоже их вел, чтобы было видно, куда идти. Знаете, и Израиль, написано, что они много роптали. Много роптали, как они отходили от Бога. Как Моисей, он вышел, Господь ему давал, скажем так, 10 заповедей. И они уже за 40 дней этих уже скинули золотом, сделали себе золотого тельца. И начали поклоняться. Настолько они были, скажем так, далеко от Бога. Они не ощущали Его в своей жизни. Бог был к ним близко, но они были далеко от Бога. И какая печальная картина. Печальная картина, что они ходили 40 лет вокруг этой горы, пока это вымешивалось, пока они вымерли. И потому что, почему? Потому что роптали. Не знаю. Как это трудно было им. Они не понимали, их тянуло назад в Египет. Они часто вспоминали. Говорят, мы там ели, а там было так, а там было лучше. Часто их это тянуло туда. Я хочу зачитать с Иоанна 11 глава, с первого стиха. Брат Вадим уже зачитывал от этой главы пару стихов. Здесь написано воскрешение Лазаря. История воскрешения Лазаря. Я ее полностью читать не буду. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь, был болен. Была та, которая помазала Господа миром и оттерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать Ему, то есть, Иисусу, Господи, вот, кого ты любишь, болен. Иисус услышал это, сказал. Услышал то, сказал. Это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. До этого места. Я не буду всю читать эту историю, она длинная. Все мы хорошо знаем эту историю. Мы знаем, что Иисус, Он был другом. И тут даже написано в главе, сказал, в 11 стихе, сказал это, говорит им потом. Лазарь, друг наш, уснул, и я иду разбудить его. Лазарь, знаете, Он был другом Господа. Это семья, это дом, они дружили с Иисусом, а они знали Иисуса. Как уже Вадим зачитывал, что Иисус к ним заходил, скажем так, на чай. Было часто у них такие посещения. И они дружили. И пришла в их жизнь такая ситуация. Как бы заболел Лазарь. Ну, окей, заболел. Ну, как бы сейчас позовем Иисуса. Иисус рядышком. Иисус наш друг. Разве Иисус не исцелит? Конечно же, сколько исцеляет? Как Лазаря нашего не исцелит? И написано, сестры послали сказать ему Господу. Господи, вот, которого ты любишь более. За Лазаря идет речь. И интересные слова здесь Иисус говорит. Иисус услышал то, сказал. Это болезнь не к смерти. Кажется, как так, Господи? В смысле? Мы сейчас видим всю эту картину. Ну, как бы, возвратимся назад. Как бы, давайте представим, что мы не видим этого конца. А просто представим этих сестер, этого Лазаря. Окей. Приходит посланный. Возвращается к Марфе, Марии. И говорит. Сказал Иисус, что это болезнь к смерти. Все хорошо. Господь придет. Хорошо. Идет время. Приходит время. День, два. Ситуация конкретно ухудшается. И Иисуса нету. И как поступать? Как думать? Что делать? В такой ситуации, кажется, как? Как поступать? И приходит вплоть до того, что он просто умирает. Кажется, вопросов в голове много. Иисус, ты сказал. Они берут этого человека, переспаживают. Ты точно спросил. Ты так спросил, как ты дословно все рассказывай? Он говорит, так и так. Я спросил. Иисус ответил, что он придет. Это болезнь к смерти. И он не просто в недоумывании. Как? Как это так? Иисус сказал, что будет чудо, будет исцеление, скажем так. Но оно не произошло, и он умер. Это печально. Это очень сложно. Как они, что у них было в голове, я не знаю. Ну, один Господь знает, но мы видим, что они не начали ротать. Когда пришло в их жизнь, это испытание, трудность, которая непонятная для них, просто была непонятная. И мы не видим, что они начали ротать. Почему, Иисус? Ты обещал. Ты не исполнил. И тому подобное. Но мы знаем, что Иисус пробыл еще там два дня и пришел позже. И мы, конечно, знаем эту всю картину. Мы знаем эту, как я говорил, полную картину. Мы видим эту полную картину. Да, мы видим конечный результат. Мы знаем, что Иисус сказал, это для славы моей, чтобы больше явилось славы. И чтобы больше людей увидели, чтобы больше людей уверовало, чтобы больше прославился Отец наш на небе. Ну, как часто оно нам в жизни просто непонятно. И живя здесь на земле, и я не знаю, что меня ждет завтра. И как оно трудно проходить эти пути. Как оно для нас просто, они часто просто непонятны, эти пути. Но мы видим, как Библия нас предупреждает, что это зачастую для славы Его. Для того, чтобы в нас что-то удалить, какую-то примесь, что-то, то, что мешает нам в соединении с Богом. Чтобы это удалить от нас. Часто Господь допускает трудности. И для этого, и мы знаем, что написано, что многими скорбями, как бы, знаете, все. И в скорби, Риммельнам 12, 12, написано такие слова. Утешайтесь надеждою, и в скорби будьте терпеливы, и в молитве постоянны. Я помню, на старом Мальдедом был, и эти стихи висел. Много стихов, мы там в детстве головой крутили, читали их, изучали. Знаете, и оно запоминается, действительно, и написано, что в скорби будьте терпеливы, и в молитве постоянны. Как бы, Господь нам уже все уже показал, как бы, как нам поступать, как нам действовать, как нам в той или иной ситуации, как нам себя вести. Я скажу, да благословито все, Господь, поможет нам правильно реагировать в той или иной ситуации, когда Господь будет вести, скажем так, для нас непонятными путями. Непонятными путями просто, Господь, почему так? Ну так, я предполагал, ну так как-то будет, ну не так же. Ну, да можно, Господь, сказать, да будет воля только Твоя. И мне нравится 22-й псалом, Довида говорит, Господь, Ты есть мой пастырь. Он был пастухом, и он пас, и он знал, каково это. Говорит, Господь, Ты есть мой пастырь. Ты водишь меня на злачные пажите, на хорошие пажите, где мне будет хорошо. И водишь меня к водам тихим, там, где нет крокодилов, скажем так, там, где нет бурной воды, где могу упасть и пропасть, и унести течение, там, все такое. Ты водишь меня к водам тихим. Такой это же Господь, дорогие друзья. Да благословитостей Господь и поможет нам довериться Ему, отдаться Его святые руки, быть этой глиной податливой и правильно проходить эти испытания. Давайте, скажем так, быть приземленными, понимать, что жизнь, она сложная. О, спроси сейчас каждого здесь сидящих, особенно старших, какая жизнь. Жизнь действительно, она сложная. Есть такая песня украинская, «Житянный легкарич», «Визмит сами про стэшты». Так она есть. Жизнь, она очень сложная. И чем становишься старше, тем больше ты понимаешь. Да благословитостей Господь. Все нам это уразуметь, понять, слово свое сохранить внутри, в сердце своем, когда говорит, слово я сохранил в сердце своем, чтобы не грешить. Аминь. За все слава. Прославим Господа.